Жить. Вот Володя сейчас, он не здесь. Вот он, когда привозил сейчас Елена свое молоко. Да. И у него на столе все. Он купил, я не купил. Одну бутылку мне подарили, другую я еще возьму или нет. Володя сидит, ну ему охота как-то мне подвинуть. Вот сахар, сахар, говорю, это у него творог. Я спрашиваю, он разделил пополам в тарелке, поровну. Вот возьмите. Володя, это куплено? Да нет, это приезжала Анна, Кручина. У них свое хозяйство. Она один раз тут была только всего и привезла. Точно, точно. А вот когда они пасли, в день 500 рублей, коров пасет. Я договорился, чтобы полторашку молока давали. Вот тут я буду брать, потому что тут моего счастья, иначе бы не было. И вот он сидит, ест, я не ем. Со мной очень трудно жить. И вот дорогой были точно так же. Едем, они были там в магазине в Армении. И они рассуждают. Да, рыба-то была хорошая. Так, стой. Николай, тормози. Рыба была хорошая. Это ты сказал, сказал. Почему не купили? Ну, вы как-то против. Я против. Деньги давали. А вы на свои подсупайки сколько хотите. Мне надо домой, чтобы вернулись. У меня деньги-то у вас, смотри, где в машине везде натолкал, попрятал. Разбил. На обратный путь доехать. Так, не против. Нет, он машину разворачивает. Рыбу взяли. И прямо у озера Севан, где вот 40 мучеников были заморожены-то. Ну, они варят все. Я знаю, что есть я не буду. Ну, если жижа какая-то будет, там жидко где-то, я приду хлеб размощить. Могу взять. Я собаку и пошел есть. Им неудобно. Они едят. А мороженое, такие пачки и вот такой блок. Я не знаю, там сколько их. Ни одного, в рот ни одна капля не попало. Это мой принцип жизни. А им неудобно. Мы едим, а ты не ешь. Я поем отдельно. Хлеб есть, вода есть. Еще мне надо-то еще. Я в озере почерпнул. А я с собакой гуляю где-то. И вот сейчас с Володей. И у него там что-то еще есть. Сметана или где-то. Ни под каким видом уже. Даже не по... Ешь, все. Я ни одной капли без тебя не возьму. Спросил только одно. Купил ты или не купил? Купил, все. Мне не надо бесплатно. Я хочу, чтобы был при деньгах. И вот вчера с одним разговариваем. Он из Молдавии. Игорь звать. Поговорили. А одна встреча. Он, я не знаю, у меня такое желание вам деньги выслать. Мне говорят. Когда в университете был я в Индии. В Египте учился, кстати, завораживать людей. Я говорю, нет. Не учился я нигде. Я что? Я на Лену даю. А он прислал 17 тысяч 500, что ли. И сразу же спрашивает. Как получили? Я могу показать квиток, который лежит здесь. Все. И все. Вписано. Это Господь делает так. И вот только проходит день и другой. Вчера, кажется, Лена говорит. На полный комплект заказал такой-то. А это у меня опять будут деньги. Я себе отдаю, они у меня восполняются. Ну, конечно, на книге тут труд мой. А этот никакого труда нет. Но ему вопросы сразу пошли такие. Он расположился. Жена забрала сына. Я не встречаюсь с ним. Не дает. А деньги плачу. Я в глаза не вижу. Ребенок подрастает. Там дочь или что-то такое. Разве это справедливо? Я говорю, Игорь, я буду молиться. Как это? Да она-то ведь, и она не говорит. Она не от меня два же только забеременела, аборты сделала. И она считает себя. И сейчас в каком состоянии ребенок? Я... Да почему власть-то этого не смотрит? Я не могу ничего сделать никак. Ну, вот такая власть. А вот в Арбайкайте, знаете, кто такая? Да. А Пугачевой, дочка. Да. И она вышла замуж защищенца. И когда ребенок-то начал подрастать. Она с другим. А тот не идет. Все. Она жалоба. И через нее решили к президенту. А президент говорит, вы знаете, обыщащищенцев. А там сразу Карамзану Хадыричу, он говорит, у нас такой порядок. Если она... Он разбудится. Ему не надо объяснять причину. Просто разбудится. Все. Она уходит. В комнату уже не имеет права заходить. Только то, что на голову у нее есть. Почему немного жерелье носят-то? Все кончилось. Сына ей, говорит, не запрещено. Пусть и убедится. Ты любишь защищенца, люби его, пожалуйста. Дети не твои. А если она беременна, тогда она живет, пока не родит, а трех лет не воспитает. Она все еще жена. Но участь ее решена. Он ее назад принять не может. Только через определенную процедуру какая-то. У нее строго. А у нас нужды никакой нет. Итак. Днем не ложись. Еще раз повторяю. Ты меня слышишь? Ты постепенно дошла до этого. Все ложилось, ложилось, а сейчас только вздыхаешь. Смотри, голова крутится. Не согласна. Нет. Сарабрящий дух. Я вам поговорю. Серафима Габрииловна, когда болела в последний раз, мы сидели с ней. Ну, там, может, недели до смерти. И она, я говорю, только одного будет, чтобы мне не лечь. И она сидит. Сидя, сидит. 95 лет. Она все время работала. И ты видел, как только заходишь туда, плюх. В храм заходите, плюх. Ты видел хоть раз сидящие в храме? Видел или нет? Нет. Видел, что она сидела в храме? Нет. Нет. Никогда. Но было однажды, она стояла с костыльком и упала. Так она сколько потом говорила, это из-за того, что я отвлеклась мыслями, кого-то судила окаянно, и поэтому меня ангел поверг. Она попросила прощения. И вот она на огороде делает, когда, говорит, придут, прям сон одолевать, я начинаю гимнастику делать, присяжу. А дальше спала ночью и упала на пол. А Володя-то сына ее услышал. Прибежал мама. Говорит, Володя, не трогай. Какие-то мягкие такие руки меня на пол положили. Я все еще в этом хочу побыть. Ну, почему же вы от нее не научились-то ничему? Вот я с ней когда переговорил где-то, все уладилось как есть. А когда пришли, пришли, а там была Марина в это время. А Марина или он сказали, что никого мать не принимает. Ну, передали все-таки. Да-ка она, так, я когда пришел, да как они имели право сказать, так, нет, да я жду, не дождусь. Нет, особенно надо верить этому. Когда говорят, я прошу тебя, вот сейчас сидел вчера, кошку не убирайте, и говорим, вообще ее не подпускайте. Сразу ногами какого угодно. Вчера она выскочила. А где кошка? Да где-то здесь. Где-то здесь, нет, она уже была в стенках закрытая. А в стенках, только дверь открыла, она шмыгнула. И вы искать не будете, Володя полез, больше на меня не найти. Я же знаю вас. Мышь заедает, мышь заедает. Дал кошку, ни одной мышки нету. Ну, сберегите ее. Она котят оставляет. Люба Николаевна, котята на твоей душе. Ты должна, она распорядилась, через Володю, нашли все сплавили, кому надо. Так? Да. Так. Кошка хорошая. Не то, что от этой, полумертвой упалит, она поврежденная упала, у нее здоровые котята белые. Я так прошу, днем не ложись. Тебе уже вылезти нельзя, но я все равно говорю. Никуда не лезь. Ты видишь, муж с бородой. Из меня подкаблучника вам не сделать уже. Нет, да и не пытались даже, это они знают. Я прежде чем что-то делать, говорю, я могу молчать месяц, два, три, четыре, у меня было это. Ни одного слова. Вам еще бы не сказал, мгновенно надо оправдаться. Я не такая. Я лучше. Ты плохие сведения имеешь. Мои лучше. Тебе должно молчать. И учить же не позволяй. Но быть в безмолвии. Одно только выполни это. Как она не любит эти стихи. Быть в безмолвии. И с ней много не разговаривай. Но то, что я сказал, это делать. Сама может где-то что-то сказала, в чем сильно не дави ее. Но когда будет ложиться, скажи, напомни ей. Скажи, было сказано. Один портной, и когда он портняжил, кусочек отрезал. У него набиралось, потом к концу года он мог шить что-то. И во сне видит, лежит на спине, у него дерево выросло изо рта, и висят все эти клочки. Он проснулся, так испугался, и говорит, Васька, иди-ка сюда, я сон-то какой видел. Как я так буду отрезать? И ты мне скажи, пап, я тебя, а сон-то какой был? Ну, в следующий раз, он опять, я тебя, а сон-то дерево-то росло. Нож, если я раскрыл, ему глазом, дурак. До такого пуска там не висело. То есть, материя совсем другая. Итак, живите дружно. Она главная, как хозяйка. Ну, все не так скажет, ко мне подойди, я тогда могу отменить ее решение. Но не трогать, когда что-то присылаем, или я приношу. Вчера сказал, это сразу в интернете мне показало. Вот, чтобы показать, что она карман пришила, я сказал, пришей карман, пришила, и сразу по интернету. Это через космос пришло ко мне, ту же секунду. Вот время какое. Дальше я сказал, обязательно кошку убрать. Она сфотографировала сверху, как она, кошка, и тут же передала. Вот это по мне сразу как есть. Выполнено. Кошку к дверям не подпускать, пока не поедем в потеряевку. Она хорошая. Я ее отдавал Устиновым, когда котята были. И она котят в окружную, мокрых, в росте, перенесла сюда и сидит, ждет. Ну, уже больше не... Один раз унес ее с котятами обратно. Опять она это же самое. Но еще сделаешь, она нас любит. И получается, что у нас? У нас там один, ему... Так, и здесь. Так, Володя, сколько у нас кошек-то? Четыре? Восемь у вас. Четыре. Ну, а зимой-то больше. А, пять, пять, пять у нас. Пять? Пять этих. А, ну да, там черная же одна. Один белый, да. Четыре, четыре. Ну, вот здесь у меня двое. Четыре. Да, третья. И там белый один, четвертый. А все остальные здесь. А здесь остальных-то еще четверо. Кормят каждый год. Так, понятно? Из мужика не надо делать бритую бабу насчет бороды. Второе. Если он разумный, не пьяный, выполняйте, что говорят. Я еще не сказал такое невыполнимое вам? Нет. Нет. Мы с ней ходили. Она меня везде таскала. У нас договор какой. Здесь ни разу не нарушила она. И я ни разу не нарушил. И мы друг друга очень понимаем. Через дорогу переходить сразу за руку. Только дорогу перешли, она руку уже попадет. Я сказал скользить. А я иду в валенках. И где бы мы там были, что разговаривать, все делает она. А я отвернусь и считаю молитву. Везде, где бы мы ни были, и мы так и прошли. Почему я не слышу, переспрашиваю, какой разговор. Так, все. Меня уже требуют туда. Ой, Господи, слава тебе. Спаси, Христос. Аллилуйя. Спасибо.